божественный промысл святителя иоанна тобольского 1916 год промышление божие в наших нуждах бог попечительнейший хозяин он в своих руках держит все великие и богатые жизненные сокровища и от него одного должно просить их усердными молитвами пустынно житель марк обыкновенно говорил кто не имеет упования на бога в получении от него временно потребного тот тем менее может полагать на бога надежду получить от него то что ведет человека в жизнь вечную например веру надежду и любовь если бог дал тело то неужели не оденет его жизнь то есть душа не больше ли пищи и тело одежды евангелие от матфея когда он даровал нам без наших заслуг когда и не существовали мы еще жизнь которая дороже пищи и тело которое важнее одежды то несомненно даст и все способствующее к сохранению жизни и к пропитанию плоти тем более не откажет он нам во всем этом что сам он восхотел по величайшей своей благости даровать нам бытие и жизнь если даром охотно дал он важнейшее для нас то может и желает дать и всегда посылает имение важное но пошлет с условием чтобы и мы не оставались праздными ибо он создал и призвал нас на землю чтобы возделывать ее и содержать в порядке а не для праздности уповать же на него единого всемогущего и всесчедрого а не на самих себя иов вопрошая о приготовителе пищи для воронов о себе не пекущихся говорит кто приготовляет ворону корм его когда птенцы его кричат к богу бродя без пищи и сам христос взял подобие от птиц учит нас говоря взгляните на птиц небесных они не сеют не жнут не собирают житницы и отец ваш небесный питает их евангелие от матфея тот же учитель небесный говорит не две ли малые птицы продаются за осари и ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего у вас же и волосы на голове сочтены не бойтесь вы лучше многих малых птиц евангелие от матфея этот первый довод против нашего маловерия представляет нам животные кормящиеся без всякого о себе попечения чтобы хотя от них уразумели мы и научились познавать всемогущество проведение божие в коем только мы и можем найти себе успокоение и мир душевный второй довод представляют нам дико растущие цветы крины сильные христос господь указавший на проведение божие о маленьких птицах и о волосах на голове говорит посмотрите на полевые лилии крины сильные как они растут не трудятся не придут но говорю вам что и соломон во всей славе своей не одевался так как всякое из них евангелие от матфея и отсюда христос выводит заключение если же траву полевую которая сегодня есть а завтра будет брошена в печь бог так одевает кальми пачи вас маловеры оденет к этому присовокупляет спаситель господь наш и третье наставление отчетности нашего о себе самопопечения говоря да и кто из вас заботясь может прибавить себе росту хотя на один локоть всякая заботливость наша о себе самих не соединенное с упованием на бога тщетно напрасно о чем господь и говорит да и кто из вас заботясь может прибавить себе росту и так если малей малейшего сделать не можете что заботитесь о прочем евангелие от луки суетен праздник не полезен вещь труд наш если бог не поспешит и не благословит его во всяком начинании и деле своем возлагай на бога все упование и он без твоего старания все устроит к лучшему по своей неизреченной милости он открывает руку свою и насыщает все живущее благоволением итак если господь бог заботится об удовлетворении жизненных потребностей всех вообще ибо он сотворил и малого и великого и одинаково промышляет о всех то почему везде находится множество нищих и весьма оскудевших людей чудно братья проведение божие о нищих истина сказал о сем святой златоуст что не только нищие имеют нужду в богатых но и богатые еще более нуждаются в нищих все что было и есть в мире доброго и богу угодного устроена старанием и деятельностью бедных но трудолюбивых и богобоязненных людей был лишены довольства и денег они трудились поте лица продавали свои труды богатым они не забывали бога молились своему творцу и промыслителю который в самой нищете их покровительствовал им многие святые угодники божие пребывая в крайней нищете и и одну больше всех богатств любили и имели величайшее себе божие промышление не имея ничего но как бы всем обладая они свободно в великой душевной радости возглашали отче наш и же и си на небесих имея при этом в устах и сердце слова псалма певца возверзи на господа печаль твою и той тебя припитает истина отец небесный столь великое имеет проведение и попечения о предавшихся ему сердечно людях что когда они лишены человеческой помощи посылает им свою небесную помощь например такую помощь оказал бог пророку или и во-первых он повелел воронам чтобы они носили ему пищу а вороны приносили ему хлеб и мясо по утрам и ведь по вечерам а из потока он пил воду во вторых когда этот поток высох то бог повелел или идти в сарепту седонскую к убогой вдове на прокормление все имущество этой вдовы состояло из горсти муки в катке и из небольшого количества масла в кувшине но по божию промыслу во все время пребывания в ее доме пророка мука в катке не истощалась и масло в кувшине не уменьшалось в третьих когда или я облегчал сно сном свою скудость явился к нему с неба ангел господин и разбудил илию своим к нему прикосновением говоря встань ешь и пей или я пробудился и видит вот у его изголовья печеная лепешка и кувшин воды он поел и напился опять заснул ангел божий повторил то же самое во второй раз такую же преславную благодать являл всесчедрый бог и многим другим угодником своим когда они находились у много различных нуждах хотя мы часто получаем от бога такую же благодать своих нуждах и недостатках однако же везде встречается между нами большое маловерие у многих боящихся чтобы не лишиться приличного и необходимого для поддержания здешней жизни мы и ныне говорим с иудеями может ли бог приготовить трапезу пищу в пустыне и с апостолами филиппом и андреем им на 200 динариев недовольно будет хлеба чтобы каждому досталось хлеба хотя понемногу пять же хлебов и две рыбки что это для такого множества евангелие от иоанна о маловерные мы люди отец небесный знает что все это нам необходимо неужели же благость божия теперь оскудела сравнительно с прежними временами святому павлу первому пустынно жителю ворон в продолжении 60 лет приносил по половине хлеба но когда пришел к нему антоний великий то воронам принесен был целый хлеб иоанн пустынно житель 14 лет в продолжении которых он никогда из людей не видел питался молоком самки оленя многие из пустынников имели и пищу и одежду от финикового дерева оно служило для них и портным и хлебопеком в лето от рождества христова 653 иудок сын царя британцев отрекшись от царского престола поступил монахи и сделался отшельником он на острове окруженном водою построил церковь и основал монастырь он был так щедролюбил к убогим что однажды случилось в монастыре оставался один только хлеб для трудящейся братья но он велел разделить и этот хлеб на четыре части отдать первую часть просящему нищему этот нищий переменяя свою одежду приходил в один день четыре раза просить подаяния и получил все четыре части так что ничего не осталось для прокормления братья а потому один из них начал роптать и укорять игумена за излишнее щедролюбие его иудок утешая его велел ожидать помощи свыше спустя несколько часов приплыло под обитель четыре ладьи с полным грузом съестных припасов которыми изобильно удовлетворилась голодавшие братья справедливо выразился августин думаешь ли что тот кто кормит христа то есть нищих не будет сам накормлен христом настоятель одного монастыря отпустил двоих братьев по делам обители когда путешествующих за стих вечер они истомленные трудом изморенные голодом и печальные начали воздыхать о том что придут они убогое селение и не имея там никаких знакомых не получат себе ни отдыха не подкрепление пищей некий незнакомец встретил их и спрашивает о причине их печали и когда они открыли ему свою невзгоду сказал им вы все оставили ради бога с величайшим на него упованием теперь же печалитесь как бы лишенные всякой надежды бог насыщает скотов неужели он оставит сынов изнемогать от голода сказавший это он сделался невидимым когда они вошли в город и совершили молитву в церкви градоначальник пригласил их к себе на ужин но другой из обывателей подошел к ним желая и просяя к себе в дом третий подойдя и видя спорящих двоих приглашателей решил спор тем что первый муж уважаемый всеми и почтенный имеет в этом преимущество таким решением остались все довольны пошли к нему в дом и он всех изобильно угостил однако же подобные примеры не искореняют нашего маловерия несмотря на все что бог посылает нам мы ужасаемся оскудения и если не во всем изобилуем до излишка всегда печалимся рассказывают об одном нищем который осмотревший свою торбу увидел что она полна кусков хлеба собранного им у многих доятелей и сказал теперь я благонадежен на этого нищего очень похожи мы сами мы только тогда благонадежно уповаем на бога когда хранилища наши полны всяким добром которого будет довольно для нас на многие годы не таков был святой иоанн патриарх александрийский потерпевший огромнейшие убытки когда буря морская уничтожила 13 церковных кораблей с пшеницей который на каждом корабле было по десяти тысяч мер возложила все упование свое на единого бога и в нем одном нашел себе величайшую отраду такую же и в то же время понесли потерю едва не половина александрийских граждан а потому все кораблеплаватели и все спасшиеся пассажиры собрались в александрию как в тихое пристанище ко всем им святой иоанн послал тотчас же письмо для утешения их в котором написал единственное утешение для всех господь дал господь и взял как угодно было господу так и сделалось да будет имя господне благословенно потерпите дети и ничего не бойтесь на другой день собралось у него много почетнейших граждан для утешения его в скорби но он предваряя их возложил всю вину на себя говоря бог предохранил меня от большого греха не случись этого я превознесся бы умом возгордился бы тем что подаю многую милостыню бедным и имел бы о себе высокого мнения что я щедро любил а потому справедливо любящий отец наказал тщеславного сына чтобы он не превозносился бог милостиво нас увещевает нанесший нам несколько ран чтобы мы пришли в чувства и скорее бы обратились к нему но он есть тот же самый бог который был и во времена иова столь же всемогущий столь же милосердный он не оставит нас этими словами патриарх развеселил пришедших для его утешения скором времени господь бог вознаградил сугубо потерю иоанна а он подавал нищим обильнейшую милостыню иметь сомнения или малодушие о подобных случаях тоже значит что и утверждать бог или скуп или забывчив но такие суждения принадлежат нечестивцам безбожникам они должны быть отрицаемы нами а мать и пустынно житель святой муж был свое время живым зеркалом в него обязаны всматриваться все кто проведение божие понимают неправильно или отрицают и предают тайно холению а мать и потрудясь 30 лет в монастыре удалился в пустыню где на избранном им камне жил в великом воздержании один из братьев монастыря через каждые три дня приносил ему часть хлеба и кружку воды это было единственным его пропитанием таковое воздержание не было приятно дьяволу и вот прилетел ворон кружку с водой опрокинул ногами а кусок хлеба схватил клювом и унес таким образом труженик лишён был тридневного пропитания как же посмотрел на это добродетельный муж быть может проклял ворона или произнес нелепые слова на божие проведение или начал порицать бесовские козни ничего этого он не сделал мы поступаем так подобных случаях а он воздевший руки и вознесший ум к небу возгласил благодарю тебя господи боже мой что тебе угодно было оставить меня более продолжительном посту по твоей святой воле я знаю что это будет мне весьма полезно на будущее время ибо ничего не бывает в мире без твоего проведения без него ни один листочек не упадет с дерева а мы грешные думаем что истребление домов пожаром потопление кораблей отнятие имений личные обиды совершаются когда проведение божие спит или не видит словом не верим божие проведение лучше нас понимали это даже идолопоклонники язычники ибо здравомыслящие из них рассуждали что все в мире происходит не по воле человеческой и не по слепому случаю действительно все происходит от бога по его проведению праведному зачем же мы негодуем и часто даже ропщем на размышления о проведении божием наводят нас бесчисленные примеры и образы один благоговейный муж прошедшие девять миль от города но не кончивший еще предпринятого пути измученный жаром голодом жаждаю изнемог и со стоном повалился под грушевым деревом он лежа стал читать молитвы и во время чтения их увидел наверху дерева один фрукт в это самое время проходил мимо дерева незнакомец приблизился к лежащему в изнеможении под грушу и узнавший причину его изнеможения от голода и усталости вынул чистый хлеб и часть его отдал изнемогшему для подкрепления его сил это верно и тысячи подобных примеров и действий рассказываются и самим нам приходилось их видеть несмотря на это мы так мало имеем надежды на божие проведение если наши сосуды ящики сундуки и житницы не наполнены до верха всяческим добром то мы падаем духом но когда мешок наш полон карман набит деньгами тогда мы имеем надежду о слепые мы истинное упование на бога есть то когда мы находясь большом стеснении величайшей нужде и бедности не падаем духом но терпением побеждаем все наши невзгоды ибо чем более переносим страданий тем больше приготовляется нам славы и венцов у древних было достопамятное изречение аще бы мы творили ежи есме должны бог бы нам сотворил ежи хощем блаженный ироним получая об этом сказал да будет человек тем чем он должен быть и тотчас же пошлет ему все тот которым все совершилось справедливо восклицает блаженный августин о боже мой ты имеешь о всяком человеке столько попечения как будто бы о нем одном ты и заботился так и о всех как о каждом святый же григорий говорит бог печется о каждом так как обо всех и обо всех промышляет также как бы об одном так а тебе читатель печется имеет промышление бог как бы он не имел ни о чем другом заботиться многочисленность народа о котором печется бог не смущает божие промышления не отягощает для него попечение об одном человеке таково же как и бесчисленных тысячах людей как прежде оно и семью членами семейства или об одном адаме в раю так и теперь обо всех равное имеет бог попечение и промысел